Всем привет, ребят! С вами, как всегда, я, Ксюша, и сегодня, как я и обещала, отправляюсь за покупками канцелярии именно для вас, для подписчиков. И, кстати, эти покупки сегодня я решила сделать в своем городе, в магазине Ашан, который находится в торговом центре Семейный парк, поэтому пошлите со мной, увидите, что я куплю, а затем узнаете условия конкурса. Ну и вот я отправляюсь в Ашан и сразу пойду в отдел канцелярии. И первое, что я увидела, это множество-множество тетрадей. И сразу мне понравилась первая необычная тетрадочка с собой. Причем я ее сначала сразу не купила, но потом все-таки положила в свою корзинку. Затем идет тетрадка с папоротником, которую я все-таки решила купить вам для розыгрыша. Далее нашла вот эту вот классную, такую фиолетовую, с серебряными тоже папоротниками, какими-то тетрадочку. Правда, не ушла от того, что она более толще других тетрадей, но в этом ничего нет такого. Затем я нашла несколько тетрадок с ежиками, которые мне понравились, и тоже решила их для вас взять. Дальше я перешла в раздел со стикерами и решила, что стикеры нужны каждому школьнику, поэтому взяла тоже три штучки. Затем я перешла к блокнотикам. Первым делом увидела вот такой вот желтенький, классненький, яркий блокнотик. Решила взять его для вас. Потом увидела вот такой тоже классный блокнот, который понравился мне больше всего. И затем сверху где-то откопала блокнот с собачками. Тут я наткнулась на такие классные мини-блокнотики, их там было всего три расцветки. Как раз для меня я взяла каждого по одной. Затем я прошла к отделу, где было много карандашей и фломастеров, и я нашла вот такие маленькие мини-карандашики. Они выглядят очень даже прикольно, поэтому решила тоже их взять. Хотела вообще найти для вас еще пеналы, но нормальных таких красивых пеналов я там не нашла, поэтому сразу пошла смотреть линейки и взяла вот такие вот вам угольники. Затем увидела для вас такие классные эластики и тоже взяла три штучки. Хотела также взять еще корректор, потому что по идее он нужен всем, но просто белый брать не хотела, потому что это будет смотреться как-то скучно, а вот эти цветные были какие-то не очень хорошими. Около клея внизу я увидела простые карандаши в такой перламутровой какой-то краске что ли, и взяла себе зеленый, голубой и розовый, ну точнее вам и не себе. Также решила взять для вас вот такие текстовые маркеры, которыми можно выделять текст, потому что сама такими всегда пользуюсь, я об этом говорила в своем предыдущем видео, где покупала себе канцелярию, поэтому переходите и смотрите. Затем взяла вам обычные синие ручки, но опять же таких ярких цветов, чтобы они как-то были более гармоничны с теми же линейками, например. Потом я пошла искать для вас папки, вот вообще была такая прикольная розовая, но я думаю она была бы сильно большая, потому что канцелярии у меня все-таки немного, и где-то внизу отыскала вот эти вот папочки, там была вот эта вот прикольненькая одна беленькая с такими кругляшочками, горошком каким-то, потом вот такая вот более прозрачная, а также была еще с каким-то синим морем, солнышком и уткой, она мне как-то не очень понравилась, поэтому мне пришлось взять две одинаковые и одну розовую. Ну и вот сколько канцелярии я уже набрала для того, чтобы купить. Еще немного походив по Ашану, я не нашла ничего интересного для вас, поэтому затем сразу отправилась на кассу. Ребят, я уже закупилась в Ашане, вернулась обратно в машину, сейчас поеду домой, покажу вам все подробнее, что я там купила, если честно, брала просто все, что попадет под руку, но старалась выбирать для вас, думаю, получится достаточно интересно. Также скажу, что призовых мест будет три, поэтому я брала примерно все по три штуки, там, например, три ручки, три набора маркеров, ну, там, по три тетради, всякое такое. Вот, поэтому сейчас еду домой, с вами мы уже прям очень скоро увидимся, я вам расскажу еще раз, покажу, что купила и расскажу условия конкурса. Ну и, в общем, вот я уже приехала домой, разложила сейчас всю канцелярию на кровати, у меня тут все завалено, и сразу начну составлять наборы, которые буду рассыгрывать. Хочу напомнить, что будет три победителя, поэтому я вам, ну, говорила уже, что покупала по три вещи, и у меня получатся такие, то есть сейчас сразу буду собирать такие боксы, не боксы, не знаю, как это назвать. Ну, в общем, я положу все вот в эти вот папочки, которые купила, а затем папочки уже упакую там в конверты или что-то в этом роде, что там будет на почте, и отправлю вам. Ну и давайте сразу сделаем так, что вот первая папка, потом вот вторая папка и вот третья папка, и сейчас я буду все сразу в них раскладывать. Ну и начну, наверное, с тетради, потому что купила я их всего шесть штук, следовательно, в каждой папке будет по две тетради. Давайте кратко покажу, какие они есть, а потом уже разложим. Я купила три вот такие тетради с ежиками, тут просто классные еще надписи к ним, то есть вот, вы можете видеть, вот такие вот тетрадочки. Мне они сами понравились, и я их специально купила три штуки, ну, чтобы отправить каждому победителю. И давайте в первую идет, ну, вот такая, допустим, тетрадочка, где написано ни пуха, ни пера. Во вторую идет вот такая с ромашками, а в третью лови момент. Также я купила еще три тетрадки. Одна вот такая вот прикольная с собой, мне она понравилась больше всего, я ее отправляю, давайте, в первый набор. Вторая вот такая с какими-то папоротниками, листочками идет во второй. А третья вот такая фиолетовая, тоже классная. Но, кстати, я не учла того, что тут, по-моему, либо 60, либо 96 листов. В общем, она толще, чем все остальные, потому что в остальных тетрадках по 48, и она идет в третью. Следующие я положу вот такие вот три блокнотика. Они довольно-таки толстые, тут 80 листов в каждом. Такой просто из пастельных тонов, мне он понравился больше всего. Потом вот такой классный желтенький, довольно-таки летний, вот такой миленький с собачками. Так, ну и давайте вот этот блокнотик прям себе бы оставила. Я положу в первый набор, вот этот вот с лимончиками пусть идет во второй, а вот этот с собачками в третий. Следующие, опять же, три блокнотика, только это уже такие мини-блокнотики, в них 32 страниц, они, опять же, такие прикольные, то есть, ну вот, как ладошка. Довольно-таки удобные, и вот такой вот какой-то каменный, ну прикольный. Потом розовенький, как будто это какой-то камень, не камень, не знаю, и вот такой черненький с белым камушком, он мне понравился больше всего. Вот, ну и давайте пойдет, например, в первый набор вот этот черненький. В общем, все, что мне нравится, идет в первый набор, по-видимому. Во второй пусть идет розовенький, а в третий вот этот вот. Следующие, это вот такие линейки-угольники, я их купила три штучки, розовенькую, потом желтенькую или зелененькую, и оранжевую. Также хочу сказать, что, наверное, наборы я буду составлять по какой-то цветовой гамме, потому что уже заметила, что вот, например, в первую у меня все идет такое, какое-то более спокойненькое, все, что мне нравится, таких пастельных тонов. Во второй идет что-то такое яркое, а в третье все такое необычное, там что могло повторяться и так далее. Поэтому, судя по цветам, розовенькую линейку я кладу в первый набор, желтенькую во второй, потому что там все яркое, а оранжевую, она, в принципе, подойдет ко всему, и цвет достаточно красивый, поэтому в третьей. Следующее, что я покупала, это маркеры, тут абсолютно три одинаковых набора, поэтому так они одинаково и раскладываются. Ну и тут уже осталась такая мелочевка, поэтому вот такие мини-карандашики достаточно прикольные, идут опять же по-одинаковому, затем идут вот эти вот стикеры тоже все одинаковые, мне кажется, они будут хорошо служить как с закладками, потому что я даже себе, наверное, потом скажу, такие возьму. Затем ручки, ну давайте по цвет линейки, если у меня в первый набор шла розовенькая, во второй желтенькая, а в третьей оранжевая, пусть так и с ручками будет. Затем карандаши, вот с карандашами тут сложнее, все, потому что они других цветов. Ну давайте сделаем так, что голубенький пойдет в первый набор, потом зелененький во второй, и в третий набор идет розовенький карандаш, и затем три одинаковые стиралки, просто такие необычные, ну вот такие, я думаю, вы их видели, тоже одинаково в каждый набор по стиралке. Ну и в общем, вот такой получился у меня первый набор, ну они в принципе все одинаковые, но все равно некоторые различия есть, как вы уже могли увидеть. Второй вот такой, из-за папочки тут не видно внутренности, только она чуть-чуть гнется, вот так. И третий вот такой вот набор тоже. Ну а теперь давайте уже наконец-то условия конкурса. Ну и первое условие, это быть подписчиком моего канала, а также написать в комментариях под этим видео слово «участвую» и указать свой ник инстаграма. Второе и последнее условие, это быть подписчиком моего инстаграма, ссылка на него будет в описании, и лайкнуть на выбор, ну пусть будет три моих любые фотографии. Также хочу сказать, что участниками конкурса могут быть вообще совершенно любые люди с любого города и с любой страны, потому что я видела, что некоторые блогеры говорили, что там, например, участвуют только люди там с России, с Украины, что типа, ну что-то такое на выбор. А тут вы хоть с России, хоть с Украины, хоть с Беларуси, все равно можете участвовать, потому что я за всем буду это отправлять все по почте, вот. А если вы будете с моего города, с Магнитогорска и выиграете, то я вам вообще лично могу передать, потому что, ну что, мне не сложно, лето все-таки. Также хочу обратить внимание на то, что ник инстаграма писать обязательно в комментариях, это уже для заранее будущих трех победителей, потому что, когда, ну, например, вы выиграете, то я должна буду с вами как-то связаться. Как я это сделаю? Я найду вас по вашему нику в моих подписчиках, потому что одно из условий, быть подписчиками моего инстаграма. Поэтому мне даже будет легче, и напишу я вам в директ, поэтому открывайте директ, если вообще его можно закрывать, я в этом сильно не шарю. Вот, поэтому, ну, вы все поняли уже. Итоги я буду подводить 15 августа, поэтому у вас есть еще просто дофига времени, больше двух недель, чтобы поучаствовать и рассказать, возможно, об этом друзьям, чтобы они тоже участвовали, если этим интересуются. А также хочу сказать, что у меня уже 27 тысяч подписчиков на канале, если будет 30 тысяч, то прям вот как исполняется 30 тысяч, я хотела пойти уже не в Ашана, а в какой-нибудь другой магазин констоваров, возможно, книжный магазин, потому что я вчера была в «Читай-городе» видео, что там продается очень даже классная канцелярия. И хотела бы опять собрать три вот таких вот, ну, не знаю, бокса, не бокса, в общем, набора канцелярии, и опять же разыграть между вами, ну, только если вам такой конкурс понравится, то тогда я сделаю и второй конкурс на 30 тысяч подписчиков. Ну, и, в общем, вот такое видео у меня получилось, поэтому все, переходите, выполняйте все условия, подписывайтесь на мой канал, инстаграм, а с вами была Ксюша, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok